Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Алексей, и мы продолжаем прохождение игры Рим 2 Тотовар за фракцию Спарта. И перед тем, как закончить ход, я же все-таки хочу проверить все свои провинции и улучшить их за счет приобретения новой технологии по улучшению орошения, улучшить растительные каналы и дать прирост в пищу. Так, что у нас здесь? Минус 50, минус 14, итого минус 64, потом идет в плюс, плюс вот эта вот фигнюшечка нам еще потом добавит еще общественного порядка, священная роща. Тогда можно смело улучшать пищу, хотя, наверное, нет, пока не будем. Тут плюс 15, то бишь у нас минус 4, плюс 11 и плюс 7. Да, можно смело улучшать, да, третьего уровня. Аж целых 2 постройки. Так, здесь плюс 14, в принципе, я думаю, что здесь даже 3 и улучшим. Еда нам понадобится. Итак, в Ливии, в Ливии порядок плюс 6, за счет построек всех священных земель будет порядок больше, поэтому то же самое, оросительные каналы улучшаем. Так, ну, тут у нас вечная проблема за счет вражеских агентов, которых, я думаю, мы в скором времени поубиваем. В Великой Греции минус 8, минус 8, а почему так плохо? Минус 5 за охот, будет минус 3, улучшится до общественный порядок аж до плюс 16, да, с пищей 16. Тогда пока ждем, здесь не будем строить ничего, не хочу уменьшать общественный порядок. Так, здесь, в принципе, все шикарно, поэтому аж целых 3 постройки мы улучшаем доросительных каналов в Армении. Пока good в Азии, в принципе, все хорошо, но нет плюса, да, нету плюса. Так, с пищей здесь 19, через 6 ходов, ладно, черт с ним. У Македонии опять же улучшаем, плюс 12, это будет по минус 4, минус 8. Тут дает вино и минус пищу только, но на общественный порядок никак не влияет, следовательно, улучшаем его. А вот с этим делом мы временем, пока глинистическую кому, глинистический городок улучшать не будем, так как влияние помоек мне тут не очень нравится. Кстати, в Пэлм у нас вот такая вот ересь построена, я бы, думаю, ее перестроил бы во что-нибудь интересное. Здесь ни одной священной земли нету, да, сносим ее, это Македония у нас, и строим там священную землю. Здесь у нас все гуд, плюс 6, там потом пищу только 10 скинет, у нас здесь пищи нету, а, ну, скоро будет. Вот, да, в Месопотамии, в Месопотамии нужно, во-первых, улучшить вот это вот Данюфея, улучшить Ордеон, улучшить каналы, и потом еще и улучшим мистический городок, но со временем улучшение этих зданий. 19 тысяч остается в Элладе, наконец-таки достроена Овоща Ним, общественный порядок в минус 1 пока идет, но оставим пока так. В Африке, о, еще даже библиотека не улучшена, она минус 4 пищи, пищи здесь достаточно, поэтому улучшаем мы ее. Влияние помоек в минус 10, сейчас минус 4, то есть в минус 6 будет общественный порядок, здесь то же самое, тогда не трогаем. В Герцинии мы уже все сделали, в Даке плюс 18, окей, давайте так, хлеб будет у нас здесь преобладать. И у нас здесь будет дофига еды. 10 тысяч остается, остается еще несколько провинций в Пазани. Улучшаем опять же все это, с общественным порядком здесь пока все гуд. В Иллирии, плюс 14, да, пища минус 8, ли они помоек, но дает отличный мрамор. Сейчас пища 4 будет минус 8, минус 4, итого 3. Окей, улучшаем. Мавритания, опа, Мавританию надо чинить, ремонт 800, да, надо чинить, и что у нас здесь, минус 43, да, Мавритания. И ол, агент атак, а, и он еще и в Асаде, ядрить его домик дятлом. Турдитаны, вы будете нам помогать? Нет, не будете, тогда отставить такую атаку. Почему Массисилы нам не помогают? А, это дометы, а не Массисилы, мы с ними враги. Я по флагу подумал, что это Массисилы, но, увы, я ошибся. Так, это у нас Мавритания, да, Мавритания, Вифиния, Понт, улучшаем. Так, ну и все, все свои сбережения, все свои деньги мы растратили. У нас осталось еще несколько, да, в Свебии надо постройки делать. Каспийский авиационарик, ну, тогда пропускаем ход. Сейчас 38 тысяч нам прилетит. И можно будет улучшить там оставшиеся провинции, которые мы не успели на этом ходу улучшить. Ну, по-прежнему агенты нас пытаются здесь остановить. Видимо, у них это выходит, да? Нет, по-моему, ничего не вышло. В минус армия стрелочками не показана была. Значит, все хорошо. Сейчас посмотрим, как походят селевкиды. А нет, все-таки в минус. Наверное, все-таки нам ходы он прервал. Ну, зато он уходит из Убурсиса, и я думаю, беспрепятственно мы его себе заберем. Так, селевкиды отступают. Не удался план, кстати, аорсы сейчас тоже еще ходить будут. Ага, на трапезонт идут. Совершенно верно. Это кочевники. Очень много лучников. Блин. Очень много лучников, но у нас очень много переиков. Гоплитов, которые, в принципе, луки перережут. Было бы только дистанция. Ладно, попробуем отыграть этот бой. Здесь мне страшны две баллисты и два отряда топорников или топорщиков. В общем, ребят, которые с топорами. А остальные мне абсолютно на остальных плевать. Было бы только, где развернуться. Чтобы их встретить. Довольно-таки большой город. Аулки, ну, такие переулочки. То есть, можно попытаться все-таки организовать атаку с двух флангов. Завести их куда-нибудь в один. Например, один отряд здесь стоять будет. Один отряд где-нибудь здесь будет стоять. Ну, не один отряд, а группа армий. И загнать их в клещи и попробовать перебить. Прочники же будут расстреливать их. Копиметателей. Ну, все это в теории, конечно, красиво. Боюсь, что, как всегда, у меня ничего не выйдет. И я сейчас солью этот бой под ноль. Степная буря атакует. Так, ну и мы, давайте так, отходим. Значит, у нас здесь армия, 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 армия здесь, армия. Так, окей. Значит, спартанские юноши, вам заходить. Перики, гоплиты. Вы же все гоплиты? Да, гоплиты. Вон тогда стоять здесь. Стоять здесь. Тебе, дружок, я не знаю. Пытайся что-нибудь делать. Прачников трогать не буду. Я хочу все-таки попытаться расстрелять их. Домик мешает, блин. Ладно, начинаем битву. Смотрим, как будет действовать враг. Идет он сад... Ой, откуда-то он идет. А я не посмотрел сразу, откуда он идет. Твою мать. Ну, как обычно я тороплюсь. Он будет заходить, наверное, с этой стороны. Однозначно. Тогда вот так вот становимся. Так, юноши. Вам, я не знаю, ну, блин. Успеете вы здесь пробежаться, тогда будет нормально. Чтоб зайти вот с этого фланга. Удобную позицию, уровень атаки. Он может и здесь обойти, и здесь обойти. И все вот это нам загубить. А у нас не будет армии, которая будет заходить в тыл. Ускоряем скорость игры. И смотрим за телодвижением. Кстати, генерал знатной конной лучники уже стремится в атаку. Как? Я думаю, два отряда прачников можно принудить... А, дайте всеми. Принудительную атаку сделаем, и вот вы еще встретите. А вы, ребятки, вот сюда обходите, будете вот сюда заходить. Да, совершенно верно, вот таким образом мы поступим. По юношам стреляет. Прачники пока не бьют. На нашего военачальника напали. Это все фигня. Отходит он, но это неудивительно. Давайте, прачники. Уработайте этих ребят. Уберите. Ну, стрельба по готовности. Ну, вы что делаете-то? Вам уничтожать. Так, нам заходит сюда. Чуть-чуть отойдем сейчас. Так, все, проще пошли демажить. Конных знатных лучников. Вот сейчас аж в спину сейчас будет их разбирать. Это, в принципе, хорошо. Сейчас попробуем еще раз отогнать их. Так, чтобы генерал их умер. Так, тут обходит. Но это неудивительно. В атаку. Сармадская конница. Но она должна от гоплитов умирать. Шикарно. Это уже гуд. Отходим чуть назад. По нашему генералу стреляют. Гоним их отсюда. 70, блин. А вы... А. Вот они, юноши-топорщики. Разбираем теперь их. Стараемся. 80. Блин, какие сурмадские конец. Тяжелые, конечно. Ребята. Наши ряды дрогнули. Ну, это неудивительно, что они дрогнули. Так. Ну, зато разбиты юноши-топорники. Прочники работают просто на ура. Теперь по лучнику. Конницы. Ну, давайте. Продамажьте их. Давайте. Скорость атаку. Он найден. А вы не стоите, ребятки. Атакуйте. Наши ряды дрогнули. Так. Тут гоплитов потеряли, но... Уничтожаем лучников. Наши ряды дрогнули. Да, серьезные, конечно, кавалерия. Давайте попробуем обойти ее сейчас с фланга. Пока один отряд будет их держать. Мы сейчас вот так вот пройдем. И зайдем с тыла. Это надо было делать намного раньше. Наемные конные застрельщики. Убить их. Так. Они тоже бегут. Так. Пока стоим, ждем. Так. А что мы стоим тут? Я же сказал вам, атаковать, ребят. Ну, я прям... Не могу. Вот так вот, да. Эту сарматскую конницу убить просто. Пирюки Пайкмэн. Пирюки Пайкмэн. Так, полотряда снесли. Пирюки Пайкмэн. Мы должны умирать. Мы должны умирать. Наши ряды дрогнули. Это плохо, что наши ряды дрогнули. А вот этот отряд стоит. И их два... Две коняшки держат. Хотя должны были поубивать их. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Прощи, работайте. Убрать фалангу. Ай-яй-яй. Вы издеваетесь, что ли? Наши снят. Вот как так? Один отряд сарматской конницы разогнал всю нашу армию. Блин, ну они там чуть-чуть не добили их. Но это бред. Ладно. Проиграли бой. Ну, потом бегут с поля боя. Какой позор. Они бились полностью без баллистов. Все. Трапезонт мы потеряли. Ну, сколько мы тут... Да, в принципе, никого не убили. А что, все и наемник? Не, у них просто, наверное, цвет такой. Или это все действительно наемники? Вот она, эта сарматская конница. Блин, какая же мы все-таки тяжелая кавалерия. Просто отряд копейщиков, можно сказать. Гоплиты, они же с копьями. Разорвали два отряда. Одним. Ну, это нереально просто. Просто нереально. Ну, кочевники, чертовы. Надеюсь, вы не будете забирать Трапезонт. Просто разграбить его. Я думаю, было бы неплохо, если бы было так. А у меня еще армия в гарнизоне стояла. Там что-то нифига не работало. Нет, забирают они целиком. Про армию-то... Ну, про флот гарнизона я совсем забыл. Ну, теперь жмем на паузу и ждем начало нашего хода. Ну, и Массисилы предлагают нам вступить в войну с Тургетанами. Наша просьба проста. Обратите свои кулаки на терзающих нас неприятелей. Так, если я вам дам встречное предложение, я попрошу вас заплатить. Давайте так. Окей. Я согласился на их условия. Мы теперь еще и с Тургетанами воеваем. И я грей, мой лорд, тоже. Может быть, это, конечно, и не очень хорошо. Но... В любом случае, мне придется с ними воевать. Отношения у нас с ними не очень хорошие. А вот армии на Западе у нас совсем нет. Мэроу. Атакуют. Ага, ага, ага. Звери. Звери ярости и плавя пустыни. Атакуют с моря. Блин. Довольно-таки серьезный город. Есть и лучники, и прачники. Но из-за преобладающего числа народу я не смогу здесь выстоять. Поэтому тупо сдаем этот город. У нас, если я не ошибаюсь, здесь тоже есть недалеко армия, которая заберет его обратно. Разбежались по углам. Как тараканы. Да, вот она как раз таки армия, которая шла забирать их город, а потом вернется и отхватит еще один. Убив при этом, я думаю, одну армию точно, вторую, видимо, в городе. Ну что, Пергам, заканчивай свои ходы, а мы дождемся своего. Ну и Турдитанов все еще мало, он двумя армиями, причем тут мечники, да, ветераны-щитоносцы, хорошие пехоты, бирские мечники. Будет идти захватывать город рядом с Иолом, ну шансов здесь, я думаю, поболее, чем у нас было. Попробуем все-таки отбить атаку. Вперед в город. Защищаем любой ценой армии гарнизона. Что ж вы такие ссыкуны и не идете в открытый бой на любую из моих армий. А вот такими подлыми перебежками пытаетесь города у нас забрать. Все равно же получите люлей-то. Воители Три Баруны и Пылающие Мечи Нетто. Такс, армия гарнизона. Два отряда периков-пятенеров, четыре отряда юнош, один дред гоплитов и пару отрядов прачников. Окей. Значит, идут они вот отсюда. Значит, заходить будут здесь. Тут их мы встретим. Ага, но могут еще и вот отсюда зайти. Хорошо. Там вроде как копий у них не очень много. Кстати, а где... А, там армия в подкреплении еще будет идти. Ладно. Тогда так. Вот эти отряд юнош станут тут. Станут квадратики. Вы, ребятки, если что, прикроете. Прачники ждут копию метателя вот отсюда. Ну, не знаю, как-то так. Гоплиты тоже прикрывают здесь. Начинаем битву и ждем, когда он подойдет. Сейчас у него еще подойдут имбирские мечники. К ним подходят свежей силой. Да, подкрепление идет ветерана-счетоносца-генерал. Имбирские прачники. Угу. Перебежками Идем, встречаем. Нет? Ждет чего-то? Не, идет все-таки. Все-таки идет. Ни фига уходит. Вот стекло. Идти вот так вот. Это не резон. Переходим отрядами в обратку. Переходим тякс. так там что идет в кавалерии есть конный скутарий прикольный ребят наверно как атакующие юниты так щитоносцы щитоносцы скутарий копейщики прачники баллиста стоит бегать конечно долго но мы попробуем давайте так один отряд пожертвуем широким строем что бы другие отряды так ты зайдешь с этой стороны на перехватить этих воинов прачников тари копейщики бирске мечники так благопрачников не очень много но где то здесь тоже они есть вот они прачники ждет основную армию в бой идти не хочет собачок какая абсолютно никак не хочет идти в бой так здесь нас не видят это хорошо пачники заюзали какую-то ересь типа быстрого выстрела наверно да мечники то вот они уже начинают расстрел прощами байтим их на себя так план капкан может принципе и провалиться может и получиться так этот отряд прачников мы сейчас убьем по по идее точно должны его убить почему пешком идете ускоряемся пошла пошла мазута что сейчас во флангу заходить догнать войну хоть прачников давайте давайте вы на ускоренном марше вот шикарно сносим их с чарджа все хорошо все хорошо ветераны щитоносцы построились отлично теперь прачников разбираем что в в в в в Точно так же и работаем нормально так. Вот этими ребятами. Блин, скутари копейщики. Так, мы отвлекли на себя, на юноши, несколько отрядов. Так, отряд юноши объезжает. Блин, нас тут прижимают. Вы по какого хера тут стоите-то? Построились. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Угу. Ну проще мы заберем. А вот, конечно, с копейщиками будет тяжеловато. Наши ряды дрогнули. Так, ну пока только юноши отлетают. Мечники. Наши бегут с поля боя. Мечники. Какой позор. Мечников. Вырубаем мечников. Так, там тоже убежали, тут убежали. Прощи должны с пращами сейчас справиться, чтобы фалангу не бить. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Генерал стоит, но 57 человек всего. Строимся в фалангу. Все, пельтастые отработали, да? Заходим. Убить генерала, щитоносца. Ну, давит, давит, конечно, мечи. Отряд терпит поражение, да. И полностью сейчас будет разбит. Ровно так же, как армия щитоносца. Ибирские мечники колеблятся. Блин, ну, конечно, сильно их подымажили, но... Не хватает, не хватает. Нам урона. Чуть-чуть назад отходим. Наши ряды дровнули. Расстреливаем. Пока один отряд стоит. Копий. Фаланги. Это хорошо. Но его дамажит с двух сторон. Наши ряды дровнули. Ничего не удастся. Тверды. Умрите уже. Да. Что, вон, один залп. В спину. Сбежали отсюда. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Работаем. Работаем по ним. Не, зачем вы подходите? Ну, вы же можете стрелять. Да, вот так. Ну, два отряда прачников здесь однозначно не справятся. Да и потом точка победы уже захвачена. Там у нас еще генерал. Где-то. Франц захватил точку победы. Да, совершенно верно. Захватил. Так, вот он генерал, да? 67 человек еще у генерала. Давайте ускорим все это дело. Сбежали. Сбежали. Один отряд хоть убьем. 40. Ну, все, сейчас проиграем. Рак скоро захватит форт. Совершенно верно. Захватит. Считану тоже кидает. Да, все. Проиграли, но, в принципе, нормально так. Поубивали врага. Обидно, что не до конца. Генерал в фаланге простоял 300 человек. Ну, а вы, ребятки, вообще не очень как-то. Демиди еще теряем. Турдитанам отдаем второй город. Иол и Демиди. Но, ничего страшного. Сейчас сюда пронут Орлы Зевса. Я думаю, все будет хорошо. Ну, да. То есть, вот он иол. Мы отдаем. Про что я и говорил. Да, меты тут. Разворачивается жесткая борьба на западе. Радос, ты жив еще? Господи. Убейте его кто-нибудь, наконец. Торговый договор разорван с намнетами. Поселение Селевки в Осаде. А, там, по-моему, персы напали, да? Да, это персы напали. Осадная башня изучили. Технологию из данный дикт в Сирии. Армия уничтожена, армия уничтожена. Строительство было завершено. Новая особенность у легенда. У героя Никона, да? Приключение доход, понятно. Флот разбит, потерение потеряно, небоевые потери. Отчеты кораблестроения. Тайный агент раскрыт. И то же самое происходит еще с одним агентом. Выбираем древо из технологий. Блин, что нам можно будет сделать? Скотный двор. Нет. Нет. Нам нужны краны, наверное, да? Или же нифига нам не нужны краны. Так, здесь последнее исследование в ветке осталось. Не хочу на него тратить ходы. Так, мастерская. Шансы у инструмента, да? Выстрелами. Давайте тогда возможность небоевые потери в осаде. Возможное время в осаде. То есть увеличим осадное мастерство. Так. Персидская армия огонь и меч, да? Нападает. Вы, друзья, захваченные в бою. Давайте пытаемся уничтожить его наемным убийством. Прямо вот так вот, на тебе в шею. Противник был убит. Молодца, Гунда. Никон. А, вот Гунда ранг получила. Никон, то же самое ты сделаешь вот с этим другом. И не дай бог у тебя не получится. Упущена возможность. Ну да ладно. Гунда, повышай свой ранг. Вот так вот, в рвение. Леда. Тут руги идут на нас. И тут Оргиси. Так, а где наша армия? Ага, выстрел стоит. Тогда тебе... Ну, здесь, кстати, есть уже агенты. Такс, 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 такс. Вот этих надо ребяток как-то пытаться казнить и травить 81%. Ты доходишь с одного хода. По идее, да. Отлично. Противник был убит. А, становиться. Наверное, надо пропагандировать. Давай, управлением занимайся. Улучшаем, значит, нам нужна эта вещь, вот эта вещь. И, наверное, давайте еду сделаем. Почему бы нет? И сразу же клерухи сделаем, чтобы хоть какие-то башни, дальнобойные машины на стенах. Плюс 3. Доход от всех зданий. 20. Возможность на иму армию. Короче, улучшаем столицу. Так, Персон, ты здесь, да? Попытайся сделать то, что не получилось у твоего кореша. А в частности, удар в спину. Противник ранен, но не убит. Ну, по крайней мере, он ушел от себя. Так, чем ты тут занимаешься, подруга наша? Греческая, все хорошо. Здесь мы хотели построить что? Наверное, пищу. Потому что другого я вряд ли здесь занимался другим делом. Так. Нам надо идти вот сюда, вот. У Иерусалим. Занимайся тут исследованиями. Пассифая. Это первого уровня? А, это, видимо, новый. Нет, почему? У нас же 10-го уровня. А, видимо, 10-й так показан. Пассифая, пассифая. Что с тобой сделать? Продолжай делать наемное убийство. Противник ранен. Ага. Ну, убили генерала. Он, наверное, восстановится. Но, черт узнает, когда. Любимцы Бриза. У нас так. Ну, Саламин сам в состоянии отбить атаку. И что? У нас, типа, это самый еще неравный шанс. Низкий шанс на победу. Низкий шанс на победу. Окей. Быстренько перебить эту армию врага. Состоящую из двух кораблей избранников Посейдона. Как это сделать? Это нужно будет протаранить сейчас эту офигенную лодочку. Тремя своими корабликами. Сделать так, чтобы она потопла. А вот эти убегут сами. Я думаю, бой будет недолгий. И гарнизонный флот должен с этим справиться. Туман. Точность и дальность всех кораблей. Стрелков падает. Да, давайте в туман пойдем. Все-таки там тоже три стрелковые отряда. Нет, подождите. Режим тарана. Тараним. Все это дело. У нас что у нас? Гемеола. Гемеола. И три гемеола. А это... Пентера, блин. У него, конечно, мощный кораблик. А здесь три гемеола. Давайте в таран, в таран. Это что такое? На нашего военачальника на паре. Спокойно, спокойно. Мешает. Тоже идет на таран. Тем самым... Причем даже, по-моему, на абордаж идет. Так, добиваем сейчас сразу вот этот отряд. Тогда раз не получилось протаранить. Таранить. Пельтаст. Все, скипнули отсюда. Три солдата. Тихо-тихо, спокойно. А какие дрогнули? Во-во-во-во! Победа, победа же за нами. Там осталось-то 50 солдат. Просто копьями закидать этих лучников, и все. Наши бегут с поля боя. Плевать, мы справимся. Наспой позор. 20. Они тоже бегут. Победа, победа, победа. Да, окончить бой. Завершить победу, уничтожить. Блин, остался все-таки в живых, гаденыш. Да ладно. Алексей. Тезка. Погиб. От Лисимаха. От Лисимаха. Наверное, правильно будет считаться Алексей. Хотя, черт не знает, может и Алексей. Молодцы, но не добили. Убийцы фленов. Не было добивать самому армию. Ну да ладно. Так, ну а теперь вы, дружки. Блин, добить вас. Ходов потратим много. И до Сиде не доплывем. Но мы до Сиде и так не доплывали. Тогда бьем. На второсчете. В режиме атаки. Вообще, армия не восстановлена до конца. Тогда, друзья, в режиме... Наверное, удвоенного темпа. Плывем сюда. Здесь мы армию восстанавливаем. Да, восстанавливаем. Ну и все. Значит, еще хода займетесь. Этим делом. У нас еще один агент, кстати. Который вот эту диверсию. Отравление колонцев будет делать. И у него нифига не получилось в Будоргисе. Ага. Воины германских племен. Тут третьего уровня. Замок. Орлы Зевса. Вы торопитесь. Торопитесь на всех парах. В Карфаген. Как хотите. Но вы должны успеть. Туда до прихода дитанов. Так. Когти Гарпии. Ага. Вы возле Пальмира и Тира и так далее. Тут эти мятежники появились. Надо бы их убить. Они что-то налетом пытаются заняться. Уничтожить эту вражину. Так. Ну и вам идти на Иерусалим. Только через Тир. Пополнить армию здесь. Так. Отлично. Боги войны. Не-не-не. Давай. Доходим. Доходим. Отлично. Опа-на. 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 Ну. Три армии. Одна в городе. Армия в гарнизоне. Герой Фреагибис. Берсерки ужаса. И клятвенники. Находится на подходе к городу. Идем. Вот так. Это столица. У нас есть осадное оружие. Правда. Вся армия у нас видимо потравлена была вражескими агентами. Или это было нападение на патруль. Так. Стены есть или нет? По-моему есть. Убурсис. Это же по-моему столица. А нет. Бру. Лупфурд. Столица. Здесь ничего иного. Как. Так. Они по идее с севера будут подходить. Мы перекроем им движение с помощью своих баллистов. Туман. Нет. Туман мне не интересен. Сухая погода. Да. Совершенно верно. Так. Севера. Севера. И с юга. Значит. Сюда зайдет армия. Состоящая из перекупки Неруда. Значит. Так. Значит. Так. Армия баллист. стоит здесь. Вас прикроет три отряда гоплитов. Вся остальная армия пойдет в атаку на точку захвата и будет ее захватывать. Пофиг как это делать. Но вы это должны сделать. Так. Вы ребятки здесь. Прочники помогут с этой стороны. Начинаем битву. И прям прямиком сюда. Выйдет сюда. Кавалерия. Давай к этому разведочку. К ним подходят свежие силы. Да. Я угадал. С той стороны идут они. С севера. Но пока они не дошли. Нужно захватить замок. По-быстрому. Просто по-быстрому. Так. Визуально пока ничего не видим. Вот. Начинается проявляться. тоже. Так. А почему пешком идем? Бегом. Блин, как-то вы дамажите так не очень. Братья копейщики, назад подходим. А то вас сейчас перебьют. Угу. Сюда бежим. баллиста радиус поражения достаточно маленький даже не достаточно а очень маленький здесь баллиста германская плана плевать на нее тут что тут армия идет из мастеров мечей тоже хуже тыл и наши ряды трогнули это плохо здесь очень много стрел дамажем всю эту чушь состоящую из германских племен так мастеров мечей контролем выстраиваются здесь здесь уводим врага копейщиков шнурма здесь здесь так что конец у нас пробили опять захватываю земли кавалерия урабатывает здесь тоже все хорошо отлично и заходим сейчас тыл а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну вроде как не должны успеть наемную нашу остались без снаряжения это баллиста отстреляла синего все хорошо 20 секунд и побед за нами но да они сейчас байтится на конницу и мы побеждаем план сработал победа так а если нажму вперед все складывается в нашу пользу расстрелять их попробовать до конца снаряд куда-то летишь да очень далековато но все я даже не хочу смотреть на это выйти из боя победа есть победа перебили и слава богу так мы потеряли раз-два-три наверно даже 4 отряда кавалерия тоже вроде погибла вся из них полководец погиб азей молодой наверно хотя там были неплохие бафы но жертвой генерала мы захватили город первая победа да я понял что генерал наш доблестной смертью погиб достойная смертью азея мы забираем у бурсис да именно забираем и вы отъезжаете отсюда бегом так кто у нас есть так это кто афиней да он у нас был уже добыл вот он его сглавит ага именно так армию эту кстати можно теперь улучшать именно паками то есть выделив всех за 1700 монеточек улучшаем кстати что в бургесе такого прикольно построена здесь статью железных дел мастер броня первого уровня оружие второго неплохо неплохо перестраиваем поселение казармагоплитов или же лагерь застрельщиков давайте еще и лагерь казармагоплитов сделаем пусть будет казармагоплитов у бурсиса флев еще тут фризом относится это наши союзники ведь союзники жена союзник по обороне ну да ладно союзник и союзник так с особыми вроде как покончили мне ребят на этом серию закончим но продолжим уже следующий захват наших территорий от воевания старых всем удачи всем пока